Военный аналитик Алексей Гетьман на связи со студией Freedom. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Я так понимаю, что, в принципе, сохраняется сейчас ситуация на фронте. Она достаточно сложная. Мы имеем достаточно много горячих направлений. Вот о том, в частности, что мой коллега только что говорил, о том, что на юге Су-25 также задействуют сейчас для штурма. Это что? Это снова тактика применения КАБов, которая так полюбилась российским оккупантом? Ну, не обязательно. Есть другие средства. Ракеты «Воздух-Земля», КАБы. КАБы тоже можно. Для этого Су-25, Су-34 лучше. Они более активно их используют. Я думаю, что КАБами не особо, знаете, можно допускать. Потому что КАБы, они достаточно разрушительные. А там, где мы находимся возле пленок, мы же там не делаем фортификации. И там копать окопы даже крайне сложно, потому что где-то метр, ну, полтора – это в идеале, и начинается вода. То есть там по-другому строятся фортификации. И КАБы там малоэффективны. Я думаю, что это просто ракеты «Воздух-Земля». Я думаю, что это вертолеты, два «Четверки», они там более активно могут работать, чем КАБы. Ну, хотя и КАБы, думаю, тоже. Ну, это, скорее всего, КАБы, ФАБ-250, потому что 500, а еще 1500, ну, просто смысла нет, вот в песок туда кидать. Ну, хотя с россиян станется. Алексей, мы сообщали об обстрелах Сумской области, обстрелы Харькова вновь. Что это, что за тактика противника? Он продолжает пользоваться так называемым окном возможностей, преступных возможностей для себя? Или как это объяснить? Ну, они хотят размещить зону наступательных действий, или как там они это интерпретируют. Какие-то они подбирают такую терминологию, используют, которая не военная, какая-то такая из, не знаю, каких-то сказок или каких-то мультик. Ну, кто-то такой... Сбился с мысли, извините. Ничего, я понимаю. Каждый день мы обсуждаем ситуацию на фронте. Я имел в виду, пользуется ли противник вот так называемым окном возможностей? Да, я понимаю, просто это самое. Хотел немножко другое рассказать. Ну, ладно, это уже так было. Смотрите, по поводу окна возможностей, которые постоянно говорят журналисты, аналитики, не только у нас в стране, но и за границей, ну, выглядит немножко странно, как минимум, потому что окно возможностей у них было открыто, ну, начиная, как минимум, с начала года, когда мы ожидали помощи от наших партнеров. Мы же помним, сначала были новогодние, рождественские каникулы, потом просто каникулы, потом пасхальные каникулы в Соединенных Штатах. И только уже вот недавно был принят сначала в Палате представителей, потом в Сенате, потом президент подписал Байден, и это оружие уже... Часть этого оружия, по крайней мере, первый транш в размере одного миллиарда, это где-то одна пятидесятая часть того, что нам должны были поставить, она уже или на границе, или в Украине, или, может быть, даже уже на линии столу, ну, на линии фронта. Говорить о том, что у них, вот, пока мы ждем эти поставки, окно возможностей какое-то открылось, оно было открыто. Наверное, правильно все-таки будет говорить, что это окно возможностей у них закрывается в ближайший день-два, потому что, ну, первые, первые партии уже в Украине, и я думаю, что за праздники значительно усилиться и наша артиллерия, и наши минометы там. Ну, много кто считал, чтобы не повторять то, что все знают, какое в первую очередь нам будет поставлено оружие, это артиллерийские снаряды, артиллерийские системы, запчасти для этих систем, которые мы используем, это минометы, мины для минометов, то есть то, что нужно непосредственно в стрелковом контактном бою. Это не говорит о том, что мы не будем получать атаку, что мы не будем получать серьезное оружие, просто это вот, как говорится, в первую очередь. Алексей, ну и тем не менее, опять же, очень много сейчас говорят о том, что Украина стоит перед новым этапом войны с Россией, вот Кремль планирует явно расширять наступательные действия, об этом говорит и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с пограничниками в Мельницком она проходила по случаю профессионального праздника, который отмешали нам этой неделе. Зеленский вручил пограничникам государственные награды, но и также уже в 800-й день полномасштабной войны президент Украины заявил, что украинцы и союзники должны делать все возможное, чтобы сорвать планы России, как бы подло она не действовала, завершить войну на справедливых условиях, условиях Украины. И тут к чему, собственно говоря, я веду к тому, что очень много сейчас говорят о том, что то, что делает враг сейчас Харьковом с Сумами, это может говорить в том числе о подготовке наступательных неких действий. Как вы оцениваете вот эти риски? Ну, все эти действия, обстрелы, Сумщина, активизация диверсионно-развитарных групп, ну, это все признаки готовящихся наступательных действий. Так обычно бывает, так прописано в боевых уставах, что перед началом наступательных операций, ну, уже непосредственно перед началом это серьезный артиллерийский обстрел. А за минуту, там, за неделю, за две, за три, это диверсионные группы, это боевые группы разведывательные, это обстрел тыловых структур, уничтожение систем связи, ну, все, что должно помогать помогать держать оборону. Это все признаки готовящего наступления и на Сумщину, и на Харьковщину. С другой стороны, для того, чтобы это сделать, необходимо, как минимум, чтобы тыловые структуры подготовили какие-то площадки, куда может заехать большая группа военнослужащих, ну, серьезная группировка, там, 100-150 тысяч. Они же не могут просто выгрузиться с вагонов и там на рельсах сидеть. Им нужны какие-то хотя бы палатки, им нужны какие-то хотя бы полевые кухни, ну, чем-то кормить. То есть это идет, когда идет готовность наступательная операция, есть еще подготовка тыловых структур, лагеря и все, что с этим связано. Пока таких признаков нет. Есть 30-40 тысяч, по разным оценкам, российские военнослужащие, которые на Харьковщину подтягиваются, и, в принципе, это количество увеличивается. Можно ли считать это подготовкой к масштабным наступлениям? Ну, пока в таком количестве, в котором они там находятся, ну, это точно, вряд ли они смогут даже пробовать, штурмовать такой город, как Харьков, группировкой, которая меньше, чем была, когда штурмовали Бахмут, например. Ну, это достаточно очевидно. Смогут ли они усилить эту группировку достаточно быстро? Достаточно быстро нет. Для этого им нужно 2-3 недели. Если такая тенденция будет продолжаться, и эта группировка будет увеличиваться с 40 тысяч до 100, до 150, до 200, тогда это, ну, очевидно, что это готовится к наступлению именно на, ну, или на Харьков, или на Сумово, смотря где эта группировка будет находиться. Ну, сможем ли мы какие-то противодействия? Ну, в принципе, тут можно сослаться на командующего Асырского, который говорил, что если россияне попробуют штурмовать такие города, как Сумы, или тем более, как Харьков, это значит, что они решили, ну, самоликвидироваться, потому что в людей будет положено колоссальное количество российских, а результата вряд ли не смогут добиться. Это такое суицидальное движение. Я не помню точно, как говорил Сырский, но что-то вот примерно так, как я сейчас вам это сказал. Поэтому ожидать можно, тем более, начал ихний министр Лавро, господи, с Украинской на Российский проходит это не тоже просто. Министр иностранных дел о том, что Харьков – это важное место, что там какая-то буферная зона, санитарная зона, что они хотят как можно дальше отодвинуть линию фронта от границы Российской Федерации, якобы этим, пытаясь обеспечить безопасность населения Российской Федерации, ну, понятно, что это, как говорится, отмазки. Поэтому, ну, ожидать можно, но пока говорить о том, что наступление готовится, ну, вряд ли. Тут больше для пропаганды, потому что вот Лавров, когда говорил про Харьков, он так аккуратно сказал первая столица Украины, и пропагандисты подхватили сразу столицу Украины, так тихонько говорят, первая столица, а громкость Украины. И многие россияне, я так думаю, они даже и не знают о том, что Харьков когда-то был столицей Украины, и для них просто информация идет, как готовится наступление и готовится там захват столицы Украины. Ну, для них это праздник, они там веселятся. Ну, может, это и есть та составляющая гибридной войны, которая называется информационной. Тем более, на Главном управлении разведки наше говорило в разных интервью, вот вчера, позавчера о том, что будет усиливаться давление не только на линии фронта, но и информационное давление, и будут запускаться разные дезинформации. Ну, недавно информация, что Сирский написал якобы заявление об увольнении. Ну, ничего такого не было, ну, такая информация пошла. И будет давление наших партнеров за границей. Это в какой способ, если Россия воспринимается как ненадежный просто партнерчик, просто как ненадежное государство, которое доверять власти, ну, руководству, которое доверять вряд ли стоит, ну, вот, какие-то планы у них есть. Поэтому этот месяц действительно будет крайне тяжелый. И, как сказал президент Зеленский, нам надо вместе с нашими западными друзьями быть готовым отбивать достаточно серьезное, возможно, достаточно серьезное наступление. Здесь есть две составляющие, три точнее, даже можно так сказать. С одной стороны, это, ну, модное слово, домашнее задание наших партнеров, это поставка финансов и оружия. Они свое домашнее задание с опозданием но выполнили. Наше домашнее задание это мобилизация людей, потому что оружием должен кто-то, из этого оружия должен кто-то стрелять. Оно само по себе не воюет. Нам нужны люди. Это говорил Столтенберг, когда был в Киеве, что нам не хватает личного состава непосредственно на поле боя. Ну, и третья составляющая, ну, скорее даже два с половиной, это доделывать, где еще не доделаны фортификационные сооружения, потому что они дадут возможность удерживать врага и, ну, в потере нашей минимизировать. Алексей, последний вопрос. Мы буквально после того, как с вами сейчас обсудим оперативную ситуацию, обсуждаем, мы будем отдельно говорить о заявлении главы форин-офиса Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право распоряжаться западным оружием по своему усмотрению. Конкретно он сказал бить по военным объектам на территории Российской Федерации. А это будет целая тема, но я хотел у вас спросить ваше мнение. Мне кажется, переломный момент, переломное заявление, тем более от главы МИДа Соединенного Королевства, ключевого нашего союзника и ключевого оппонента России. Как вы объясните эти слова бывшего премьер-министра, а теперь главы дипломатии Великобритании? Ну, давайте, я понимаю, что у вас будет эта отдельная тема, поэтому просто коротко. Но, во-первых, это разрешить или запретить, они, ну, по большому счету, нам не могут, потому что мы действуем в рамках международных правил традиций ведения войны. Мы имеем право атаковать, любая страна, на которую напали, имеет право атаковать военные объекты врага, где бы они ни находились, на его территории, даже на сопредельных, на других территориях, не имеет значения. Военный объект, с которым отходят вашу страну, вы имеете право уничтожать. Это, в принципе, международное право. Наши партнеры, они попросили нас не использовать свое оружие по территории Российской Федерации, потому что долго, больше двух лет, они думали, что это приведет к экскавации конфликта. Теперь они свое мнение поменяли. Тут важно подчеркнуть, что они не, не какое-то распоряжение или какой-то закон, это могло рассматриваться только как просьба. Потому что, даже если был принят какой-нибудь закон о том, что нельзя нам использовать их оружие по территории Российской Федерации, он бы был юридически несостоятельным, потому что внутренние законы любой страны, тем более тех, которые мы считаем цивилизованные, не может быть выше, международные законы, международные правила. Поэтому они, тут важный момент, они могли нас попросить. И мы, просто как надежные партнеры, мы согласились с этим, чтобы продолжать дальше сотрудничество с этими странами. Поэтому сейчас эту просьбу они отозвали, скажем так, и мы будем использовать. С другой стороны, это красивое заявление, но в принципе, назвать это переломом, но те ракеты, которые мы можем использовать, Кэмерон говорил исключительно про ракеты английского производства, он не мог списаться за Соединенные Штаты, или за Германию, или за Францию. Ну, эти ракеты летают на 300 километров, но это не так далеко. Ну, и штурмшедом имеется в виду. Куда-то по каким-то объектам, которые в России находятся, там за 500, ну, скажем так, где-то в районе Урала, мы достремлить не сможем. Поэтому это разрешение очень-очень неплохое, но оно говорит о том, что это как-то поменяет ходу одни. Нет, оно улучшит, улучшит наши возможности. Мы будем уничтожать позиции в тылу врага для того, чтобы обескроливать его передовые части, те, что на линии фронта. Ну, дальше можно сказать, что он тут же сказал, начал, вступил в спор, скажем так, или оппонировал Макрону о том, что оружия, да, людей нет, не надо, чтобы Солд-Антанта воевали против русских. Ну, тогда там, я думаю, что у вас это следующая часть, там, я думаю, будет очень интересно. Спасибо. Просуждаем, Спасибо. Переломный момент, наверное, наступит, когда уже действительно будут применяться те или иные виды вооружения по российским военным объектам. Алексей, вам большое спасибо за то, что к нам присоединились. Всегда вам рады на Freedom. Алексей Гетьман, военный аналитик, напомню, с нами был на связи, говорили о последних новостях с фронта. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова